А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Фрэш Жоука. Если вам уже надоели игры и вы хотите немного отвлечься и посмотреть что-то другое, то этот канал для вас. Он делает интересные и смешные нарезки, монтажи с различными фейловыми моментами и также очень смешными. Что-то наподобие фейл армии. Поэтому, ребята, ссылочка на него в описании. Заходите, подписывайтесь и смотрите офигенные видео. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего шестого сезона Пиксельмон. И перед тем, как мы продолжим наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ну что, ребята, что мы будем делать сейчас? Перед тем, как начать, как обычно, я хочу вас попросить поставить лайк. Ведь если мы прямо сейчас наберем 1000 лайков, то новая серия Пиксельмона выйдет даже сегодня, если мы хорошенько постараемся. А если не сегодня, то завтра. Не послезавтра, не после-послезавтра, а именно завтра. Когда она выйдет, ребята, зависит только от вас. Также хотел бы вас попросить... А, набираем 1000 лайков, сразу же выходит новая серия, я это забыл сказать, ребята. И также хочу вас попросить оставить свой комментарий. Я отвечаю на ваши вопросы, на ваши комментарии. Поэтому, если вы хотите со мной пообщаться, все, что вас требуется, это просто-напросто его оставить. Также я буду очень сильно рад. Я действительно, ребята, очень сильно рад, когда на меня кто-то подписывается. Я рад каждому новому подписчику. Поэтому, если вы хотите... Хотите! Если вы хотите вступить в нашу большую дружную семью, все, что вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я буду очень сильно этому рад. Ну что, ребята, сейчас мы будем, 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 будем продолжать что-то искать. Я, если честно, не знаю, у нас вроде... Хмм... Мы уже вроде можем сразиться с той Чуркой. Мы уже вроде с тем Чуркистаном Петровичем уже можем сразиться. Этого мы за это. Еще остался вот этот. Я, если честно, не знаю, сможем ли мы вступить с ним в бой. Если, да, это будет очень круто. Ну что, ребята, начинаем? Можем? Нет, еще пока что не можем. This train will only be battle once a Minecraft day. Ну, в принципе, Minecraft day уже, по сути, должен был бы пройти, но почему-то он еще нет. Поэтому, ребята, давайте мы еще-ка... Давайте-ка мы еще-ка... Прокачать... Так, дайте сначала я вот так. Еще прокачаем нашего Infernape. Хоть к... Я не знаю, если получится, хоть к какому-то там... Не знаю, 55-му уровню. Если, конечно, получится. Если да, то, ребята, мы так его вздрючим, что может уже даже в следующей серии мы уже пойдем. Хотя на капитана, на геймлидера, я не знаю, ребята, сможем ли мы пойти. Потому что там нужно 4 покемона. Ну ладно, у нас есть Патчерису, у нас есть Infernape. Нам еще двух нужно. Мы, конечно же, можем взять импулиона. Мы, конечно же, можем взять еще там кого-то. Но я не уверен, что они смогут его забабахать. Лучше еще прокачать Литвика. Думаю, согласны ли вы, ребята, что лучше еще прокачать Литвика. И потом уже с полноценной такой крутой командой уже пойти на него. Мне кажется, это реально будет намного круче, чем мы вот сейчас на него попрем. И он нас опять просто-напросто забабахает. Так, секундочку, выключу шейдеры. Что мы можем выкинуть? Это, 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 так, сейчас, да, вот это, вот это можно выкинуть, это можно выкинуть, это можно выкинуть, это тоже. Вот сейчас нормально, сейчас нормально, это сюда уже можно поставить. Круто, круто, ребята. Сейчас мы будем дальше прокачивать нашего, нашего Infernape. И может, рано-раном поутру мы, наконец-то, уже сможем вступить в бой со вторым помощником гейм-лидера. И вот тогда у нас будут уже готовы все пропуски. Кто не знает, мы в предыдущей серии победили первого помощника гейм-лидера. С него нам выпали монеточки, с него нам выпали три квикбола. И вроде еще какая-то хрень, я, если честно, не помню, что там еще выпало. Но еще. Ох, какая тут потишка. Вы прям, ребята, тусуетесь, я тут вижу три прям в ряд так стали, меня ожидают, пока я приду и набабахаю там. Круто, потому что с них нормально. И опыт отдает это, во-первых. А во-вторых, с них выпадает по четыре монетки. С каждого, вот, смотрите. Вот сейчас, сейчас, дайте-ка мы его задрючим. Четыре, четыре, три. С трех вот этих покемонов, которых мы убили за 20 секунд, выполни 11 монеток. Это, ребята, очень круто, потому что мы сейчас собираем монетки. Монетки нам нужны. Я не знаю, что мы следующее будем покупать. У нас есть уже семь. Если мы его победим, ну... Опа, это что тут такое? Нифига себе. Наверное, все-таки мы механическую наковальню возьмем. Это очень полезная хрень. И моя ленивая жопа уже не будет париться по тому поводу, что нужно там пойти, знаете, нужно пойти и покеболы себе сделать. Я просто-напросто купим вот эту наковальню, засунем в нее уже вот эти полу... Получасти покеболов, да, которые уже приготовлены, а оно само по себе дальше будет его фигачить. То есть, мне, конечно же, не сложно там вырастить апрекон. У нас есть уже куча, у нас есть уже пожаренные. И мы, в принципе, можем уже их собрать в части. И это очень просто. Мы это можем сделать за пару минут. Но у нас нету крутых вот этих молотков, да. То есть, у нас есть только... Что мы сейчас можем... Акробатик. Здесь нет лаги на ритм, здесь таки... Массив дэмэдж, массив дэмэдж. Эмбер. Ух, ребят, я... Ну, вот это, наверное, может... Эмбер, охренеть, я не знаю. Давайте вот это попробуем. Я, честно, ребята, не знаю. Мы же можем восстановить себе умения. Кто не помнит, ребята, то... А ну... Да, более-менее. Кто не помнит, то это у нас новенькая версия. И в новенькой версии мы сможем найти тренера, который гуляет по миру, который... Ух, ни хрена себе, дэлиберт. Который гуляет по миру, который может восстановить вам умения, которые вы изучили или там прокакали, забыли. И также поможет вам изучить новые умения, но уже за отдельную плату. Это реально очень круто, что они добавили. То есть, если вы прокакали там какие-то умения, то у вас есть возможность их вернуть. Потому что у некоторых покемонов есть, ну... Есть такие умения, которые вы не можете вернуть через темки, да? Потому что они как бы уже забабахали в самих покемонах. Если вы его прокакали, и всё. То ли ловите с нового такого же покемона и качайте его. А так с этим тренером это, ребята, будет очень круто. Ух ты! Грэдболл выпал. Таймерболл выпал. Нэтболл. Охренеть. Охренеть. И я, ребята, честное слово, я не хочу выкладывать патчерису. Уже многие меня просят, мол, Эдисон, выложи пить патчерису. Почему-то я путаю сегодня буквы. Выложу уже, наконец-то, патчерису. Она, честное слово, уже заколебала. Я согласен. Я согласен. Но с неё мы получаем очень крутенькие вещички. А без неё, ребята, это единственный способ, который мы сейчас можем... Нет, не который, а через который. Вот. Через который мы можем добыть нормально вещичек. Потому что боссов мы, если даже встретим, то встретим раз там... Не знаю, раз там... В 20-30 серии, то может, как мы встретили. Также по киллу, да, мы, в принципе, находим. Но мы же не находим большую кучу каждую серию, да. То есть, если повезёт, мы, конечно же, найдём. Выпал таймербол, выпал сафарибол. Это можно выкинуть, это можно выкинуть. Поэтому, ребята, это единственный источник прибыли. И, если честно, он мне даже нравится. Потому что, ну, мы нормально так с него получаем. И, смотрите, Инфернеп уже... Вы заметили? Ребята, вы заметили то, что Инфернеп уже... 53-й уровень. Ребята, это очень круто, потому что сейчас он уже 54-й. А поутру он уже будет 55-й. И вот тогда мы, наконец-то, вздрючим вот того... Вздрючим мы вот того... Помощника геймлидера, да. Потому что это уже будет второй и последний. И потом мы уже идём прям, прямиком как Рэмбо. Бежим на самого геймлидера. Потому что тогда мы уже на него пойдём. Но именно тогда, когда мы прокачаем себе 4-х покемонов. У нас уже есть Инфернеп, у нас уже есть Патчерису. Нам осталось ещё прокачать 2-х каких-то более-менее среденьких покемонов, да. То есть... Мы, конечно же, можем взять Эмполеона. Мы, конечно же, можем взять Туртеру, да, и пойти. Но я не уверен, что они круто справятся. В принципе, мы сейчас можем взять Туртеру и проверить на этом геймлидере. И хорошенько ли она справляется с этим, с ледяными покемонами. Но я не знаю, честное слово, ребят. Нужно проверить. Сейчас мы это, в принципе, сделаем. Но давайте мы уже докачаем нашего Инфернепа до 55-го уровня. И он уже сейчас, ребята, будет 55-ым. Круто. За одну ночь мы ему уже 4 уровня прокачали. Это, если честно, даже очень круто. Потому что на 4 уровня он уже стал сильнее. Смотрим на землю. Ребята, я вас то, что хочу попросить, смотрите, пожалуйста, на землю. Потому что я могу не заметить вот эти покелуты. Потому что, ну, кто-то с вас может смотреть направо. Кто-то может смотреть налево. Кто-то может вниз. Кто-то может вверх. А я смотрю вперед. Потому что я смотрю там, где мне нужно что-то увидеть. А кто-то с вас может заметить с одной стороны или с другой стороны. А я, к сожалению, у меня не 35 глаз, да, чтобы смотреть во все стороны. Поэтому, если вы заметили, напишите, пожалуйста, в комментарии, на какой секунде, на какой минуте, на какой секунде это было. Чтобы я потом вернулся сюда и забрал вот этот покелут. Потому что вот там, справа у нас, вот где миникарта, видите, я его включаю-выключаю Под миникартой там написаны координаты Это очень полезно, потому что не нужно заходить в F3, там смотреть координаты А просто-напросто посмотрел вот тут, да и все, я потом смогу вернуться, если что Так, дайте я вылечусь, опа, выпал в таймер болт Нужно очистить свой, так, сейчас, ребята, дайте-ка я очищу свой инвентарь Потому что это, это, это можно забрать, это, 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 это Да, это поставим, монетки поставим, замечательно Опа, снег пошел, снег пошел, который я уже хрен знает сколько не видел Офигеть, ребята, честное слово, я так по снегу скучаю, что можно с ума сойти Меня эта жара уже заколебала, честное слово Вы меня спрашиваете, почему я всегда сижу вот в таких майках, потому что это Если я буду сидеть в футболке или там еще чем-то, то я просто-напросто тут растаю вас на глазах Это никто не хочет, да, ну, голым я не могу сидеть, потому что, ну, хоть почему Могу, но это неудобно, да, то есть, ну, тут писемуси торчат Вот это что-то неудобно, что-то там заделось, что-то там споткнулось Поэтому это не совсем удобно А в майке более-менее, хоть я тут и сижу, как будто только что с бассейна вышел Весь мокрый, но все же, все, ой, ух, чуть не упал Но все же не так, не, о, что там? Не так жарко, как было бы, например, в той же футболке Даже зимой, я не знаю, честно, зимой, а может в какой-то... Днем даже можно в майке сидеть, честно А вот уже ближе к вечеру, к ночи, я не скажу, что прям супер-пупер как холодно Но в такой легенькой кофте посидеть, в принципе, даже нормально Иногда даже вот это бывает очень жарко Тут такая зима конченная В принципе, тут погода вообще такая конченная Что с ума можно сойти, это жарище нафиг Круглый год жарище Я понимаю, что многие могут любить жару Но когда ты тут уже живешь там 5 лет И ты видишь дождь раз в год, может Потому что дождь тут реально очень редко падает Может, если повезет, то может раз в 2 месяца Может И знаете, какой тут дождь? О, начал падать дождь Кто-то на меня там пописал сверху, круто О, закрыл глаза, моргнул Уже туч нет, уже солнце светит Опять 40 градусов жары Вот твою мать, конченная погода Открываешь глаза, опять дождь хреначий такой Капельки, знаете И вот так, да так пропадает Дождь, жара, дождь, жара, дождь, жара Это еще больше бесит, чем нормальный дождь или нормальная жара Ух, охренеть, это прям реально Ледниковый период какой-то напоминает Но все же, ребята То есть, да, если вы идете там на отдых То вам, конечно, хочется там большую жару То есть, если вы там живете в холодных странах Как, например, Россия То, конечно, вы хотите, когда идете на отдых Или хотя бы там летом Увидеть три месяца подряд Какое-то большое тепло Но когда ты вот так пять-шесть лет Или сколько там, я уже не помню, живешь И шесть лет подряд у тебя тут жара Что ни разу не было холодно Ни разу не было снега То это, если честно, уже надоедает И очень сильно Потому что, ну Месяц-два можно, да Как я уже сказал, на отдыхе Но шесть лет или там пять Это с ума нафиг можно сойти Честное слово, ребята Это можно с ума сойти Я тут моюсь То есть, я душ принимаю Когда-ка Когда, может, три раза в день И то не прям душ А, знаете, просто зайду в холодную ледяную воду Как? И выйду Через десять минут Мне опять и нужно идти принимать душ Потому что я опять весь Весь грязный Потный из-за этой жарищи Так, сейчас я быстренько выключу Выключу Вез Вэ Вэ Да Пальцы Пальцы Напишите, пожалуйста, нормально Вэ Зэ Рво Да твою Более-менее Просто нужно нормально попросить А то он еще там Выкобыливается Да, хоть я и Хоть я и стараюсь нормально писать Но почему-то не получается Так Никого 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 Ошеньки Кого бы я хотел словить Нет Тебя слову Слоу-броша Я не хочу словить Я хочу какого-то нормального покемона Может Я не знаю Ну, может, если бы Ошавод То-то дайл Может, я бы еще словил Я согласен Может, я бы еще их словил Но других Я не вижу большого смысла этого делать Может, сквиртал Может, да То есть Может, бы сошел Но другие Я не вижу большого смысла этого делать Поэтому, ребята Сейчас мы просто посмотрим Ух ты Прямо тут, знаете, как Пересекается вот эта Вот эта такая Солнечная погода То есть Это такой островок Островок С этим С зимним биомом Опять вот тут Офигеть Это что там? Нахрен его знает Наверное, обычные какие-то там Какие-то там островка Магнимайт Да твою мать Я прям, знаете Проскользил по этому льду Как только он на меня напал Магнимайт Электрических покемонов Я просто думаю У нас есть почерица Которая Пока что Пока что Справляется со своей работой То есть Да, может кого-то вынести Может, когда-то Умереть Но это ее не основная работа Ее основная работа Это приносит нам Прибыль Ресурсов Вот еще одна хрень Какая-то выпала Это ее основная работа А то, что она там Когда-то умрет Или кого-то не убьет Это уже такое На другом плане Для этого у нас есть Какие-то другие покемоны Ну что, ребята Ну что Больше я тут ничего не вижу Может, еще сейчас найдем Какой-то покелут Если, конечно, повезет Если не повезет То просто-напросто Сразу же ТПХаемся В Ледяной Гимн И попробуем Завалить Второго по счету Помощника гейм-лидера Потому что Если это мы сейчас сделаем В этой серии Это реально будет очень круто Ладно Хватит-хватит Ждать ТПХаемся Я надеюсь То, что мы сможем Ступить с ним в бой Потому что уже, если честно Прошло три дня А не один Поэтому Да мать твою Ладно, ребята Этот тренер Походу Забагался Если честно Он походу Забагался Ладно, сейчас Дайте мне минутку Так, ребята Я перезашел Давайте вот сейчас Попробуем А то он, если честно Реально, мне кажется Забагал Забагал Забаговал Потому что Вы помните То, что в предыдущей серии Мы уже один день Прокрутили И так же мы пришли И он не работал В этой серии На начале Мы уже один день Прокрутили вперед Сейчас он не работает Хоть это уже и вечер Мне кажется Это уже какой-то вечер Даже Да, уже сейчас Темнеть будет То мы уже, можно сказать Три дня тут пробыли И все же Мы с ним не можем Ступать в бой Вот сейчас можем Ну что, ребята Я опять не вылечил Своего покемона Да твою фуражку А хотя Может мы даже сейчас Мамос Вайн Ху 62 уровень Мамос Вайн Если он нас сейчас Забабахает Он пока что Нас даже бить не может Клос комбат Ух Он почти убил Нашего инфернепа Но не зря же мы ему Прокачали столько уровней Ребята Это, если честно Очень даже круто Да Да Мы его зафигачили Три серебряные монетки Три квикбола И еще один пропуск В гимн Да, ребята Да Да Круто Мы его убили Это послетали стенки Вот это Мы это поднимать и будем Потому что будем играть честно Это, наверное, просто-напросто Не рассчитали, что оно слетит Не знаю почему Да, ребята Мы это сделали У нас есть Так, сейчас Давайте посмотрим Да, вот это Вот это Вот это Зашибончик Очень круто Очень круто Ну что жунку Юнку Пипюнку Мы с тобой уже будем сражаться У нас есть уже 10 серебряных монет У нас уже есть вот один пропуск Второй пропуск И 6 квикболов Ну что Наверное, ребята В следующей серии Мы уже будем Хотя в следующей серии Я не знаю Потому что А, так Давайте мы посмотрим еще раз Так, сейчас Секундочку Виавайл 54 Виавайля мы, наверное, сможем Захреначить С двух ударов Инфернейпа Если повезет Вот Дивгонг 73 Он, если честно Если так Отлично Зафиг Так Фиганет нас То может даже Ваншотнуть нашего Инфернейпа Это не очень круто Нужно как-то постараться Может Тортеру взять И поусыплять Его там немного Посмотрим, честно, ребята Я не знаю Ну, Лапрас 54 Мы его сможем Забабахать Мне кажется С трех атак Даже того же Эмбера Инфернейпа Если повезет Вот Глассион Это, наверное, основной Покемон Вот этой Вот этой Геймлидерши Да Наверное Основной Покемон Это геймлидерши Даже вот этот Дивгонг 73 уровень А Глассион Это 78 уровень Если у него Отличные атаки То он Наверное Только один Сможет убить Всю нашу команду Поэтому, мне кажется Ребята Нужно Отличненько Подготовиться К сражению С этим Геймлидером С этим Геймлидером Реально Нужно Как-то Очень сильно Подготовиться Потому что Если он Навздрючит То Мы сможем Придеть только На следующий день Конечно Мы можем Повторять Бой Каждый день Но все же Мне хочется Чтобы мы Его хотя бы Зафигачили Ну максимум С третьей попытки И если С первой Нас он Убьет Если со второй Нас убьет То максимум С третьей Я не хочу Каждый день К нему Уходить К ней К ней Геймлидерша Тогда Получается А не Геймлидер Ладно Будем мы Отсюда Уходить И будем Уходить Мы Ребята Домой Круто 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 Давайте Мы еще Продадим Рыбку Ага Чувачина Спасибо тебе Огромное Я извиняюсь Я не помню Кто это Мне сказал Но Какой-то Подписчик Вот смотрите Как мы Это раньше Делали Мы просто По одному Итому Вот так Сидели Клацали И продавали Потом Например Мясо Продавали Потом Например Лед Продавали А так Если Зажать Shift Ох У меня Уже Тут клавиша Стирается Если Зажать Shift И продавать Что-то Вот Например То Продается Все Что у тебя Есть В инвентаре То есть Сразу Все То Что ты Можешь Продать Вот Так Даже Если Мы На лед Нажимаем Shift То Это Очень Круто Больше Если Честно Ничего Нет Обменник Почти Еще То есть Можно Сказать 12 Монеток 12 Монеток Мы уже Себе Можем Купить Мастер Бул Но Я Не хочу Сейчас Тратиться Лучше Мы Все Так Действительно Накопим Но Накопим На А вот Эту Механическую Наковальню И вот Тогда Мы Ребята Уже Заживем В том смысле Что Намного У нас Есть В том Смысле Что Намного Будет Проще Нет Я Походу Прокакал Я Прокакал Всю Шерсть Охренеть Нам Нужно Будет Добыть Шерсть Ребята Вы Спросите Зачем Нам Шерсть Затем Дайте Я Сначала Пойду Посплю Чтобы Ночью Не Бегать Не Гулять Вот Тут Сейчас 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 У нас Там Есть Рыбацкие Сети У нас Там Есть Рыбацкие Сети Которые Можно Крафтить С помощью Нити А нити Можно Крафтить С помощью Шерсти Поэтому Это Если честно Очень полезно Вот Она Что-то Тут Словилось Одна Рыб Нет Две Рыбки Словилось Или Вообще Нихрена Нихрена Не Словилось Охренеть Вот Это Вот Это Мне Прям Именно То Что Мне Нужно Спасибо Конечно Большое Но Иди Ты В Жопу Вот Можем Наловить Даже Рыбацкий Какой-то Участок Сделать Где мы Просто Будем Вылавливать Это Все Потому Что Когда Там У нас Стояло 10 Вот Этих Сетей То Если Честно Когда Мы Их Срубили То Нам Нормально Даже Так Ресурсов Всяких Выпало Около 20 Рыбы И мы В принципе Это Сможем Продать Это Реально Будет Очень Круто Этот Компьютер Такой Секси Я Прям Ребята Влюбляюсь Честное Слово Я Прям Него Уже Потихоньку Влюбляюсь Скоро Мне кажется Я ему Мутить Предложу Ты Согласен Будешь Компьютер Я Думаю Будем Брать На Сражение С Гим Лидером А Сражение Уже Будет Совсем Скоро Ребята Литвика Мы Берем Миллион Процентов Потому Что Он Порешает Также Мы Выбили Да 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 Хренак Какой Там Бол Если Честно Он Тоже Нормально Порешает Ну Тортеру Можем Рискнуть Если Первый Раз Не Получится Если Первый Раз Не Получится То Тогда Наверное Со Следующей А У Нас Есть Эрт Квик Нету Если Первый Раз Не Получится То Тогда В Следующий Раз Возьмем Вот Этот Гига Дрейн Это Уже Охрененно Синтезис Это Вообще Охрененно Потому Что Синтезис Сразу Тебе Выхиливает Все Твое Здоровье Хоть Ты Пропускаешь Один Ход То В тот Ход Ты Ему Не Наносишь Урона А Только Вылечиваешься Но В следующем Ходу Ты Или Сможешь Рубануть Вот Этим Разор Лифом 55 Урона Или Этим же Гига Дрейном У которого Еще Больше Урона Чем Разор Лифа И Также Он Еще И Тебя Выхиливает Поэтому Мне кажется Тортера Это Будет Отличный Вариант Для Сражения С Этим Гим Лидером Если Мы Потом Найдем Какой-то Огненный Гим Лидер Гим Лидера То Конечно Тортеру Мы Не Возьмем Он Уже Будет Ловить Какого-то Водного Покемона Но Мне Кажется Что На Этот Гим Он Отлично Подойдет Сейчас Опять Дождь Начался Да Ты Шутишь Твою Мать В Этих Новых Версиях Когда Дождь Начинается То Ты Хоть Будешь Выключать Чати Миллион Раз Он Будет Начинаться Каждые 5 Минут Тебе Нужно Подождать Пока Он Пройдет И И И И И Только Потом Он Уже Наконец-то Перестанет Вот Это Все Делать Своё Дело Ну Что Ребята Мне Кажется На этом Мы Будем Закончить Эту Серию Наверное Я Уже Скажу Всем За Просмотр В Следующей Серии Мы Будем Качать Литвикой Также Если Получится То Мы Эволюцинируем С помощью Даскболом Давайте Вот Эту Фигню Выключу Вот Так Мы Эволюцинируем С Даскболом И У нас Уже Будет Шенделуру Если Сможем То В Следующей Серии Мы Прокачаем Если Получится То К Сороковому Уровну Сороковой Мне Кажется Он Еще Не Сможет Затащить Геймлидера Но Может Серии Мы Уже Докачаем До 50 И Вот Тогда Мы Уже Пойдем И Попробуем Юнку Или Как Она Там Называется Ребятушечки Я Надеюсь Эта Серия Вам Понравилась Я Говорю Каждую Серию И На Начале И В Конце Если Вы Хотите Больше Серии Пиксельмона Дайте Мне Знать Потому Что Если Я Увижу На Вот Этой Серии Пиксельмона Тысячу лайков Во первых Новая серия Выйдет В пару раз Быстрее И Вы сможете Посмотреть Уже Даже Сегодня Вечером Если У меня Хватит Сил Записать Ну Или В крайнем Случа Завтра То есть Каждая Новая Серия Пиксельмона Каждый День Также Это Даст Мне Больше Сид Для записи Новых Других Видео И Я Если Честно Буду Стараться Еще Больше Буду Стараться Записывать Для Вас Также Ребята Я Общаюсь С своими Подписчиками Наверное Это Не Каждый Ютубер Делает Который Действительно Просто Читает Каждое Ваше Сообщение Поэтому Если Ты Хочешь Со мной Пообщаться Оставь Своё Сообщение С Поэтому Я Буду Очень Сильно Рад Если Вот Это Сделайте И Вступите В Нашу Большую Дружную Сим Ребята Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи Всем Пока Пока Хей Дружок Притормози Вот Сюда Посмотри Здесь Ты Видишь Палец Вверх Вот Нажал И Вот Успех Я Лайку Буду Очень Рад Ты Жи В курсе Ты Ж Мой Фанат У Нас Большущая Семья Все Подписчики И Я